Привет, в общем у нас технический перерыв, сейчас будет обновление через 45 минут, ставь лайк если ждешь обнову, я хочу почекать новости, посмотреть что здесь добавили, что здесь будет, я вычитал что здесь будет скоро новая карта, в общем давайте со всем разберемся поподробнее. Наконец-то появилась информация про клановые войны, здесь все распи... не стоп это не то, сейчас где-то здесь вот было, вот вот вот, что такое клановые войны, конечно блин все на английском, я не понимаю почему у меня язык стоит русский, а здесь написано все на английском, но давайте, давайте здесь я все равно статью нашел уже на сайте, естественно на русском языке все это дублируется. Значит, война кланов это двухдневное событие для всего клана, сражайтесь вместе со своим кланом против других кланов со всего мира ради славы и наград, про награды чуть позже поговорим. Значит, механика этих клановых войн будет подобна Clash of Clans, только здесь мы будем еще за карты сражаться, так, почему-то меня постоянно выбрасывает, значит надо найти активный клан для участия в войнах, должно состоять не менее 10 человек, то есть команда с 10 человек. Блин, меня постоянно выбрасывают, потому что типа я без действия здесь нахожусь в игре. И очень важно, вот я вычитал, сейчас найду этот пункт, значит написано, что уровень короля у всех сокланцев должен быть не менее 8 уровня, это понятно, это как в грандах. Войну кланов может начаться рук или глава, это понятно, когда клан вступил в войну, перейдите в вкладку общения и ты увидишь такую вот карту, вот эта карта. День первый. Значит, сражайтесь со своими картами, получая карты клана. Карты клана используются для создания колоды для дня войны. Вот клановые карты, я не знаю, как они добываются. В общем, в день сбора предстоит 3 боя. Их цель собрать как можно больше карт. На карте ты найдешь разные режимы игры, которые меняются после их прохождения. За сражение в любых режимах ты получаешь карты клана, но за победу карт дается больше. Чем выше уровень арены, тем больше карт клана ты получишь. Создавай разные колоды, подходящие для разных режимов. И после окончания дня сбора, и после окончания дня сбора день войны начинается. А, и вот интересный момент, мы подошли к клановой, ой, клановой, военной деке, вардек. И вот здесь, посмотрите, здесь есть прокачка, прокачка карт. Я думал, что у всех она будет одинаковая, но нет, смотрите. День второй, это день войны, короче, в день войны тебе придется, предстоит один бой. Один бой, и главная цель, естественно, победа в этой битве. В день войны все участники твоего клана используют одни и те же карты клана. Создай колоду для войны. Это вот здесь все написано. Блин, вот это меня бесит, что, типа, я без действия нахожусь в игре. Я читаю новости, почему меня выбрасывает с игры. Суперселл. Создайте колоду для войны, используя карты клана, и поделитесь ей со своими сокланами. Колоду можно скопировать, бла-бла-бла, это понятно. Только вот, вот сейчас я вам покажу пункт. И вот интересный пункт я хочу вам показать. Вот, видите, нот. Внимание. Уровни карт клана не могут превышать уровни твоих собственных карт. Улучшай свои карты, чтобы получить карты клана выше уровнем. Я так понимаю, что левел карт все-таки, ну, решает, да? То есть не будут все равны? Ну, я так понял, да? Ну, окей. Ну, блин, это посмотрим. Ну, мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что все должны быть равны с прокачкой карт. Ну, может, я неправильно понял? Так, следующее. Испытай свою колоду войны в дружеском бою перед финальным боем. Это понятно, тренировочный день. Не забудьте подбодрить и поддержаться клановцев. Это все вода. Когда закончится день войны, твой клан получит трофей клана, и вы сможете готовиться к новой войне. А вот теперь давайте перейдем к наградам. Награды. Награды. Значит, трофей твоего клана в войнах кланов отражает его успехи. Я сначала, когда прочитал, думаю, блин, чё, какие трофеи, зачем они мне нужны? Думал, это просто за рейтинг. Но нет. Получай больше трофеев клана, чтобы поднять выше в лигах кланов. У нас будут лиги между кланами. В конце каждого сезона войн клана вы получаете сундук войны. А теперь вспоминайте, ребята, мои слова на стриме. Мое интервью у Шампанова. Где я говорил свои идеи, что бы я хотел видеть в игре Clash Royale. Я хотел, чтобы 2 на 2 режим был лучше. Чтобы можно было создать тиму, сражаться за рейтинг. И в конце сезона получать какой-то сундук. Это теперь всё в клановых войнах. Блин, сбылась моя мечта или не знаю. Ну, классно. То есть, это реально круто. Мы будем сражаться за рейтинг. У нас будут лиги между кланами. И мы будем в конце сезона получать сундук. Вот. Вот. Я надеюсь, это жило. Это будет второе дыхание в игре. Завоёвывай места среди лидеров. И поднимайся в лучшие лиги, чтобы получать более ценные сундуки. То есть, сундуки, естественно, тоже будут между лигами отличаться. Если у тебя хватило терпения дочитать, у тебя есть потенциал. А теперь иди и прославь свой клан. Это я зачитал статью, которая была на сайте. А теперь заходим вот сюда. Клан Варс. Апдейт. Блин, постоянно мне выбрасывают с игры. Приходится перезаходить. Значит, возможно, вы чекали уже информацию. Вот. Но я увидел только сейчас. Значит, вот пункт. Новая карта появится в мае. И написано. Будьте осторожнее в лесах вокруг королевской арены. То есть, ну, это намёк, что на новой арене, да, она будет. Значит, ну, тут расписано, что будут воины кланов. Сражаться между кланами нужно. Сундуки, бла-бла-бла. Готов ваш клан к войне. Воины кланов откроются, когда достигнешь ты восьмого уровня. Вот. А ещё не пропусти ночь караоке. Вот это интересно. Что за ночь караоке? Будем разбираться. Также улучшили эмодзи. Теперь действует и в перерывах между боями. То есть, теперь заглушение можно просто включить или выключить. Наблюдатели теперь тоже могут пользоваться эмодзи. Нет, только не это. Бэмщиков будет ещё больше. Нет. И так. Нет, ну это почему? Это как будет? Это что, я буду видеть тех эмоций, которые меня смотрят? Ну, это ведь бред. В магазин. В сундуках фортуны теперь бывают две и более карт. Удачи. Спасибо. Среди начальных наборов арены теперь есть сундуки из магазина. Сундук с молниями, сундук короля и легендарный сундук короля. Это понятно. И про баланс вы уже всё слышали. Там совсем немного карт. 8, по-моему, карт коснутся изменения. Во время боя 2 на 2 в нижней первой части экрана можно нажать на имя товарища по команде, чтобы увидеть его карты. Так, ну это, короче, всё понятно. Это всё мы посмотрим уже в игре. Короче, друзья. Сумбурно, быстро я всё тут посмотрел, почекал. И мне понравилось только один момент. Не, ну, конечно, я рад всему, что новые карты будут, новые обновления, все дела. Но вот она, вот она. Новый рейтинг. Мы будем сражаться теперь не только в глобале, не только в гранде, а ещё и в кланах. И клан теперь, ну, я не знаю, приобретёт хоть какой-то смысл. Не будут бегать по кланам. Блин, достало меня выбрасывать с игры. Не будут люди бегать по кланам. Возможно. Надеюсь. Потому что теперь, ну, этот клановый сундук, он и нахрен не нужен. Он реально был ни о чём. Я считаю, что... Ну, это сундук. Ну, да, конечно, для тех людей, которые не донатят, он нормально заходил. Но, в целом, я не видел в нём ничего такого перспективного. Обычный сундук. Обычный, ну, чуть лучше краунчеста. Вот. А вот клановые войны, вот это вот сила. Вот ждём, ребята. Осталось 35 минут. Не знаю, наверное, когда выпущу ролик, останется ещё меньше. В общем, ждите. Будет куча видосов. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Ставьте лайк, если ждёте обнову. А я желаю вам удачи. И приходите на мои стримы и смотрите мои новые видосы. Скоро увидимся, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok